Здрасте, я Мэтт Уотсон из Карвау, я за рулем новой Купры Леон 300. Справа от меня стоит Volkswagen Golf R, и по своему устройству эти авто довольно-таки похожи. Поэтому устроим драг-заезд и поглядим, что будет. Давайте расскажу об этом Леоне Купра, точнее, пардон, да, Купре Леон R. Все время забываю, что Купра это типа отдельный бренд с каким-то стремным логотипом в виде щипцов. Короче, у Купры двухлитровый четырехцилиндровый турбированный двигатель, мощность 300 лошадиных сил и 400 ньютон-метров момента. Авто переднеприводное с семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями и лонч-контролем. Снаряженная масса 1395 кило, а цена минимум 35 тысяч фунтов. Начинка того Гольфа во многом общая с этим авто, но есть нюансы. Двигатель тоже двухлитровый четырехцилиндровый турбо, но у Гольфа его мощность 320 лошадей и 420 ньютон-метров момента. Здесь также семиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями и лонч-контролем, однако, разумеется, полный привод. Гольф на 155 кило тяжелее. Повлиять ли это? Вот и узнаем. А еще он подороже. Начальная цена на Гольф минимум 40 тысяч фунтов. Так, перед тем, как мы начнем заезд, пожалуйста, подпишитесь на наш канал и включите уведомления о новых видео, так вы точно ничего не пропустите. Ну что ж, приступим. Ну а перед тем, как мы поедем, устроим традиционный для Карваусаундчек. Первым делом поддам газку я в Купре. Ладо отсечки. Ничего. Не отсечка, а вот эти вот. Подай там на Гольфе. Сэм, у тебя там есть отсечка оборотов? Нет, отсечки оборотов тут нет. Можешь выдать пару отстрельщиков, подержи на 3-4 тысячах оборотов и отпусти. Вот так. У твоего авто продвинутый выхлоп Акрапович. Может, кому не нравится ударение, зато звучит отменно. Как будто машина кучу валит. Ладно, погнали. Три. О, блин, хотелось бы победить. Два. Один. Нет смысла. Фиговый старт. Колесам не хватило зацепа. О, слушай, ну ты меня разделал. У тебя плохой старт или у меня фальстарт или что? Такой-то разрыв, непорядок. Да, старт был не очень, колеса такие. Побуксовал немного. Давай еще раз. Так, давайте посерьезнее, сяду поближе к рулю, может поможет. Стабилизацию вырубил, резина чуть прогрелась, погнали. Три, два, один. Еще хуже. Не все, слава богу. Я думаю, можно и лучше. Буксую, поставлю-ка в режим спорт и последняя попытка. Ну вот. Ладно, погнали. Три. Два. Один. Лучше. Но меня уделали. На полном приводе стартовать лучше, правда? Я сейчас тебя добью. У меня еще и мощность урезана из-за того, что перегрелась коробка. Не серчай там. Итак, каковы же результаты? Ну, победил Volkswagen, проехав четверть мили с места за 12,7 секунды. А вот Cupra проехала за 13,6. Теперь погоняемся сходу с 80. Машины в комфортных настройках, коробки в автоматическом режиме. Ну что, погнали. Начну отсчет. Три, два, один. Пошел. Думал, может так получится. Да, у него больше мощности, но я же полегче. Но сейчас... Эх. Ну, хватит, пожалуй. Да, в комфортном режиме у меня кикдаун не алло. Ты начал чуть пободрее меня, ну а потом... Такой же гигантский разрыв, как и в драге. Ну, может, чуточку поменьше, но мое авто знатно прет, правда же? Ага, на 20 лошадей, на 20 нитон метров больше, но оно куда тяжелее. Я думал, этот момент нас уравновесит. Хм, любопытно. Едем дальше. Че, блядь? Что такое ху**о творится? Где, блядь, передачи? Ну что за блядь? Ху**о. У-у-у, кого-то по губам отшлепать. Так, еще раз погоняемся сходу с третьей передачи. Начну отчет. Три, два, один, пошел. Вот сейчас начал бодрее, но... Теперь он потихоньку вырывается вперед. Разница небольшая, но он все же чуть побыстрее и храбрее меня. Я слился раньше него. Ты все же уходил в отрыв, да? Да, но очень неторопливо. Я думал, что это авто будет быстрее, так как неполный привод, ну и оно легче. Думал, что меньше потери мощности, чем у тебя, и я смогу вырваться вперед на гонке сходу, но... Как-то нет. Не думаю, что полный привод серьезно повлиял бы в такой гонке. Все же 20 лошадей, хоть и немного, но вот когда я начал потихоньку вырываться вперед, это как раз и была та разница в 20 лошадиных сил. Ладно, короче, проверка торможения, тут уж я должен победить, я же легче. Тормозим со 112, очевидно, пересекаем черту и тормозим до остановки, кто встанет раньше, тот и победил. Ну же, Купра, не подведи, вот и черта. Так, я совсем расстроился, везде продул. Вообще везде, причем даже там, где, казалось бы, был шанс на победу. В проверке торможения и гонках сходу. Есть у меня мыслишка, вот Купра, это же часть концерна Фольксваген. Я представил, как они делают авто Купра, а потом приходят ребятки из Фольксвагена со своим Гольф-Ар и такие, мол, погодите-ка, народ. У вас авто немного быстрее нашего и лучше кое в чем, а ну-ка приструните его. Совершенно недопустимо, чтобы наш флагман Гольф-Ар был хуже в чем бы то ни было. Да, мне кажется, у крупных компаний иначе и не бывает. Продукция одной дочки должна быть чуть лучше другой. Если дешевая модель лучше, зачем тогда брать дорогое? Не только гонщик, но еще и экономист. Экономист ху**ов. Ну ладно, зафоловите мой инстаграм, Мэтт Уотсон Карс. До встречи. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть другие видео. Ты че пикаешь? Так вот о чем я. На окошке слева, чтобы посмотреть другие видео или на значок по центру, чтобы сравнить результаты сегодняшнего заезда со всеми остальными заездами Карвао. Спасибо за просмотр.